Я прошел примерно треть пути к цели выяснить, насколько прогнозируем был кризис, вызванный вспышкой COVID-19 в китайском Ухане. Я собрал тексты, заинтересующие даты. Сбор ссылок и текстов занял относительно немного времени, поскольку по большей части не требовал применения аналитических процедур и интерпретации их результатов. По большей части я писал код и запускал его. Далее, помимо написания кода, потребуется проведение некоторых предварительных процедур, сопряженных с временными затратами, аналитических процедур и интерпретации их результатов. Что потребует большего времени и личного участия меня как исследователя. Поэтому надо постараться предупредить различные косяки, касающиеся собранных текстов. Например, у меня появилось ощущение, что выдача сайта РБК по запросу «Китай» и по запросу «Китайский» различается. Поэтому сейчас я проверю это наблюдение и, если оно подтвердится, дополню список новостей, полученных по запросу «Китай» новостями по запросу «Китайский». Я повторил процедуру выгрузки Джейсона, которая описана в одном из предыдущих видео цикла про веб-скраппинг РБК. Вместо запроса «Китай» я подал запрос «Китайский» и аналогичным образом выгрузил Джейсон. Теперь у меня есть две базы. Одна с выгрузкой «Про Китай», другая с выгрузкой «Про Китайский». Самый простой путь — это соединить две базы посредством функции «Конкатенация» и удалить дубликаты. Я использую функцию удаления дубликатов в самом конце, а сейчас немного более детально поработаю с этими двумя базами на предмет их сравнения. Загружаю базу с выдачи по запросу «Китай» в «Датафрейм» и базу по запросу «Китайский» в «Датафрейм» под названием «Китайский». И там, и там 10 тысяч строк. Очевидно, что сервер РБК ограничивает выдачу 10 тысячами элементов. Но мне этого вполне достаточно. Буду сравнивать два «Датафрейма» по ID, имеющихся в одном и в другом новостей. Составляю список из ID. Можно было бы и не составлять, но дальше алгоритм будет быстрее работать именно со списком, а не со столбцом «Датафрейма». Использую функцию «Лист», поместив в качестве ее аргумента весь столбик с ID из «Датафрейма Китай». Дальше записываю безымянную функцию «Лямбда». Ее аргументом называю ID, причем большими буквами, потому что если записать маленькими буквами, то я ненароком использую уже зарезервированное притоном наименование. Оно окрашено зеленым, потому что зарезервировано. А большими буквами черное, не зарезервировано. Суть этой функции в том, что если ID из столбца ID «Датафрейма Китай» встречается в списке ID, то выводится единичка, если не встречается, то выводится нолик. Вот результат работы функции. Суммирую всю эту выдачу в функции «Сам». 100001. Как и предполагалось. Я сейчас просто проверил, насколько мой замысел реализуем. Я проверил, находится ли совпадение между ID из столбца и ID, который я поместил в ID-лист. Произошло полное совпадение, что логично, потому что ID-лист я взял как раз из-за этого столбца. А вот теперь этот ID-лист я применю ко второму датафрейму, который сформирован по запросу «Китайский». Тот же самый ID-лист. Та же самая безымянная функция. Но применяю я ее к датафрейму «Китайский». Теперь совпадение оказалось 3819. Но совпадение меня не интересует. Меня как раз интересуют те новости, которые не совпадают по запросу «Китайский» и по запросу «Китай». Я записываю единички и нолики в столбик «Китайский» и в 29-м чанке. Я произвожу конкатенацию к исходному датафрейму. С выдачей по запросу «Китай» я добавляю, причем в этот раз вертикально, те строчки датафрейма «Китайский», в которых не обнаружилось совпадение ID-шников с ID-лист. Я этого добиваюсь через использование условной конструкции. После конкатенации суммарный датафрейм содержит 16192 строки. И, как обещал, применяю функцию удаления дубликатов. Она уже не нужна. У меня здесь нет дубликатов, но проверка лишней не бывает. Прошу удалить дубликаты, не сохраняя результат никуда, просто посмотреть. Результат – те же самые 16192 строчки. Ничего не удалилось, потому что дубликатов по столбцу ID нет. Записываю суммарный датафрейм в экселевский файл. Применяю к этому файлу тот же самый скрипт, который уже рассмотрел в предыдущем видео. Отбираю новости, соответствующие декабрю 2019 года и январю-февралю 2020 года. Таких уже стало 2283 за счет увеличенного датафрейма. Собираю тексты этих новостей и снова сохраняю в экселевский файл. Следующий шаг называется предобработка. В данном случае предобработка текстовых данных. Если бы речь шла о числовых данных, все было бы проще. Например, превращение даты из строкового объекта в числовой – это тоже предобработка. Я делал ее посредством регулярных выражений. Это было довольно просто. Сейчас будет чуть посложнее, потому что речь идет у текстовых данных. Чтобы понять, зачем нужна предобработка, надо понять, что я буду дальше делать с этими текстовыми данными. Я хочу оценить каждый текст на предмет наличия в нем предупреждения о предстоящем кризисе. Для начала я создам бинарную переменную. Ноль – нет предупреждения, один – есть предупреждение. Затем я детализирую, насколько серьезным виделся грядущий кризис в тех новостях, в которых содержалось предупреждение об этом кризисе. То есть дополню бинарную переменную, интервальной переменной. После чего можно будет получить общую картину. Какая была динамика нарастания предупреждений о грядущем кризисе. В каких рубриках в большей мере эти предупреждения были сосредоточены, какие авторы оказались наиболее прозорливы и так далее. Разумеется, размечать вручную 2000 с лишним новостей долго. Хотя задача посильная. Чтобы ускорить эту работу примерно наполовину, я размечу только некоторую долю из этих новостей. Эти размеченные тексты использую, чтобы обучить прогностическую модель. Если получится создать высокоточную прогностическую модель, которая будет на основе слов каждой новости прогнозировать наличие или отсутствие в этой новости предупреждения о грядущем кризисе, я использую эту модель для того, чтобы разметить оставшиеся новости. Но модель требует стандартизированных текстов. Стандартизированных настолько, насколько это возможно. Как раз предобработка и служит целью стандартизации текстов. Предобработка включает три обязательных этапа. Первый этап – это токенизация. Разделение текста на токены. Токен – это смысловая единица. Как правило, это слово или число. Все знаки препинания и вспомогательные, служебные символы удаляются. Второй этап – это лимитизация. Приведение каждого слова к начальной форме. Для существительных – это единственное число, именительный падеж. Для прилагательных – единственное число, мужской род, именительный падеж. Для глагола – это инфинитив и так далее. И третий этап – это удаление часто встречающихся, но не несущих смысловой нагрузки слов. Для лимитизации используются разные модули. Один из неплохих модулей, разработанный командой Яндекса – это Pymist. Хороший модуль для удаления стоп-слов – StopWords. Он содержит словари и для русского языка, и для английского языка, и для других языков. Загружаю базу с новостями, включая полные тексты. Функция Head позволяет вывести первые пять строчек. Можно уточнить запросы и вывести не первые пять, а первые десять, допустим. В базе есть новости без текстов. Удаляю их. Можно использовать функцию из Na, можно использовать функцию из Null. Их пять. Я узнаю это при помощи функции Sum. Вывожу их. Удаляю их. В этот раз использую функцию Drop Na. Хотя мог бы использовать условную конструкцию. В качестве аргумента указываю, по какому столбцу следует искать пропущенные значения. Также удаляю те ячейки в этом столбце, которые содержат слово Error. Слово Error я записывал в предыдущем скрипте, если при скреппинге полного текста возникала ошибка. Первый этап. Предобработки токенизации. Уже знакомая функция приведения к нижнему регистру, которая работает через прокладку STR. Сохраняю в новый столбик. Беру текст из первой ячейки этого столбика. В нем есть различные технические символы. Например, неразрывный пробел, знаки припинания. Все это надо удалить. Для этого формирую функцию Remove Punctuation. Я сам ее так назвал, и можно было назвать любым образом. На вход этой функции будет подаваться некий текст. Затем этот текст будет рассмотрен по одному символу. Посредством цикла. Каждый символ из этого текста будет рассмотрен. Если этот символ буквы или цифра, то он будет через операцию сложения добавляться в чистый текст. Исходно чистый текст задан как пустая строка. То есть текстовый объект, в котором ничего нет. И вот через операцию сложения каждый символ будет добавляться к этому объекту. Если же рассматриваемый символ не удовлетворяет условию, что это или буква, или цифра, то на его месте появляется пробел. И возвращает эту функцию сформированный очищенный текст. Применяю эту функцию в первой ячейке столбца TextPrepared. Все хорошо, только много пробелов лишних. Поэтому формирую вторую функцию для удаления двойных пробелов. Здесь я использую цикл While. Он будет работать до тех пор, пока в рассматриваемом тексте есть двойной пробел. На каждой итерации цикла двойной пробел заменяется на одинарный. Например, если в тексте в каком-то месте три пробела, сначала два из них заменится на один. Три превратятся в два. Произойдет еще одна итерация, и уже два пробела заменятся на один. Также использую функцию Strip, чтобы убрать лишние символы, в том числе пробелы, в начале текста и в его конце. и снова проверяю, как работают две функции последовательно к первой ячейке столбца TextPrepared. Теперь совсем все хорошо. Применяю обе эти функции ко всему столбцу и перезаписываю в тот же самый столбец TextPrepared. Можно было бы и в новый столбец, но зачем творить лишние столбцы. У меня есть столбец с исходным текстом, поэтому дополнительные столбцы можно не создавать. Перехожу ко второму этапу лимматизации. Использую класс MyStamp. MyStamp. В этом модуле есть и другие классы. Я использую класс MyStamp, потому что именно он подходит для решения моих задач, а именно приведению всех слов к начальной форме. Записываю настройки требуемого класса в новый объект. Можно назвать его как угодно, но я называю его именем, похожим на имя модуля и класса. Дальше применяю к этому объекту функцию limitize, аргументом которой ставлю текст из первой ячейки столбца TextPrepared. Многострадальная первая ячейка. Каждое слово исходного текста лимитизируется и добавляется в список. Очень длинный список. Сколько слов было в токенизированном тексте, столько элементов в данном списке плюс пробелы. Список снова соединяю, чтобы он стал строковым объектом посредством функции join. Соединяю через ничто. Мог бы, например, соединять через пробел, но тогда бы у меня снова были двойные пробелы. Поэтому соединяю через ничто. аргументом выступает как раз то, что выдало функция лимитизации, то есть этот самый список. Неплохо получилось, только в конце символ абзаца, удаляя его снова при помощи функции Strip. То есть то же самое выражение, которое было выше, но еще добавил функцию Strip. Действительно, больше нет этого абзаца. Записываю пневматизацию в качестве отдельной функции. Применяю снова первые ячейки столбца TextPrepared. Все в порядке. Применяю ко всему столбцу. Смотрю, все ли в порядке в первой ячейке. Следующий этап удаления стоп-слов. Обращаюсь к модулю StopWords. Использую функцию GetStopWords. Это русский словарь, это английский словарь. Два объекта формирую. Соединяю их в новом объекте совместно. Смотрю, сколько там в этом новом совместном объекте слов. 595 слов. Вывожу некоторые из них. Ну, своего рода рандомный вывод. шагом 50 вывожу некоторые слова. Формирую функцию для удаления стоп-слов. Ей на вход опять будет подаваться текст из ячейки. Текст через функцию Split разбиваю на список слов. пустой список, куда будут идти слова, которые не попадают в стоп-список. То есть список, полученный здесь, разделится на две части. Одна попадет в чистый список, другая не попадет никуда, потому что она соответствует словам из стоп-списка. Чтобы все записать аккуратно, хотя Python может простить некоторую неаккуратность, следует передать внутрь функции сформированный ранее список стоп-слов. я это делаю посредством команды Global. И цикл, который как раз и разделяет каждый текст на белый список и слова, которые не проходят, потому что они содержатся в стоп-листе. каждое слово из исходного списка сверяется со стоп-листом. Если его там нет, оно проходит в чистый список, а именно добавляется к нему посредством функции Append. Если же слово из исходного списка содержится в стоп-списке, оно никуда не попадает. Дальше снова перехожу от списка к строковому объекту посредством функции Join. В этот раз я join через пробел, потому что сейчас в списке ClearText пробелов нету. Таким образом двойные пробелы не возникнут. Проверяю, как сработает эта функция к первой ячейке столбца TextPrepared. Все в порядке, но неочевидно, изменилось ли здесь число слов. Ушли ли слова, совпадающие со стоп-списком. Проверяю. Вывожу количество слов до применения функции удаления. стоп-слов функции Remove Stop Bars. Это до, а вот это после. До было 275 слов, после стало 188 слов. То есть действительно функция привела к удалению некоторых слов, которые встречаются в стоп-листе. стоп-листе. Теперь я применяю эту функцию и записываю снова в тот же самый столбец, перезаписываю его и проверяю, все ли в порядке по первой ячейке. Да, все в порядке. Вывожу первые пять строчек от фрейма столбец Text Preparate и здесь находятся предобработанные тексты новостей. Исходные предобработанные. По исходным я буду размечать новости. Есть нет предупреждения о последствиях. По предобработанному столбцу метод машинного обучения будет размечать. Сохраняю в Excel-овский файл. В следующем видео как раз буду размечать новости. Сохраняю